Всего за 10 лет, 1930-1940, американцы создали в СССР химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную, металлургическую и другие промышленности. Крупнейшие в Европе заводы для производства автомобилей, тракторов, авиационных двигателей и другой продукции. Знаменитый Сталинградский тракторный завод был целиком построен в США, размонтирован, на 100 судах перевезен и собран в СССР. Днепр ГЭС построила американская фирма Купер Инженерик Компани и германская компания Сименс. Горьковский автозавод ГАЗ был построен американской компанией Аустин. Теперьшний АЗЛК построен по проекту Форда, знаменитая магнитка, точная копия металлургического комбината в городе Герри, штат Индиана. Фирма Альберт Канн Инг спроектировала и построила 500 советских предприятий. Альберт Канн индустриальный архитектор Детройта. Причина обращения именно к Канну заключалась в том, что спроектировав все заводы Форда, он отработал высокопроизводительную технологию проектирования промышленных предприятий. В США его фирма штатом в 400 человек рабочие чертежи готовила за неделю. Корпусы промышленных предприятий возводила за 5 месяцев СТЗ, был выполнен в рекордно короткие строки. Строительные конструкции для него были изготовлены в США, перевезены в СССР и смонтированы в течение всего лишь 6 месяцев. Именно фирма Альберт Канн создала в СССР школу передового индустриального зодчества. Вместе с заводами создавала города для рабочих. Эрнест Май, немецкий архитектор, участвовал в разработке архитектурных проектов около 20 советских городов. В СССР приехало около 200 тысяч американских инженеров и техников, которые руководили почти миллионной армией заключенных ГУЛАГа, плюс немногие оставшиеся в РФ дореволюционные кадры. Американские профессоры подготовили на рабфаках 300 тысяч квалифицированных специалистов, то есть все кадры для советской промышленности на долгие годы вперед. Таким образом, материальную базу социализма построили капиталисты США плюс дешевый труп зеков.